Добрый вечер. Драгоценные минуты этого эфира, поскольку в гостях Константин Шлехтинский, историк и писатель. Костя, здравствуй. Здравствуйте. Можно имитировать, что мы вежливо на вы. Здравствуйте, Константин. Как здорово, что вы. Мы очень признательны, что вы к нам пришли. На самом деле, все гораздо проще. Константин — это редкий в наши дни тип историка, человек, который является первоисточником информации. Константин ищет информацию, добывает ее, иногда по крупицам просеивая, несмотря на то, что это довольно избитый образ, тем не менее, это факт его деятельности. А потом публикует настолько потрясающие материалы, такой глубины и такого масштаба, что нам, как современникам, как правило, не удается до конца это оценить. Можно тихо восхищаться, чем я обычно и занимаюсь, иногда оказываясь первым на раздаче потрясающих совершенно книг. И сегодня поводом для разговора как раз выход книги, очередной, к счастью, не первый и не последний творческих успехов тебе, Константин. Книга называется «Русские водители парижского такси». Это послесловие к той самой трагической ситуации нашей страны, к одной из самых трагических страниц нашей истории, начавшихся для кого-то в 1917 году, на самом деле в 1905 году, когда империя полетела в клочья. И один из осколков аккумулировал часть самых достойных людей очень далеко от нашей страны. И многие из них вынуждены стали таксистами. Ну, книгу рассказывать не буду, специально для этого есть автор Костя Шлихтинский. Костя, с поведой, расскажи нам о себе, о книге и об этих людях. Ну, Сергей, ты же знаешь, что, в общем-то, сфера моих интересов, она простирается в области дореволюционного русского автомобилизма. Это люди, которые занимались автомобильным делом и поднимали его в России, организации, которые этим занимались, общество и так далее. Представляешь, сколько народу тебе сейчас не поверило, вздрогнув, поскольку они даже не подозревали о том, что до революции в нашей стране был автомобилизм. До революции Россия занимала к 1913 году 10-е место в мире по уровню автомобилизации, делила его с Аргентиной. А Швеция, Япония, там и всякие прочие другие, они там были далеко позади. Это так, на минуточку, да? Так вот, и после революции все эти деятели русского автомобильного движения куда-то делись. Вот, и Нагель, известный автомобильный журналист, и Свичин, флигель-адъютант императора, который продвигал автомобильные дела, и другие люди. Все они уехали из России. И долгое время ничего вообще про них было неизвестно, потому что источников информации не было, эмигрантские газеты-журналы были недоступны в советское время. Да и сейчас, в общем-то, не очень просто найти информацию о том, что случилось. И когда я начал искать факты их дальнейшей биографии, я вдруг обнаружил, что в Париже оказалось огромное количество русских автомобилистов. Правда, с одной оговоркой, автомобилистов по неволе. По неволе, потому что они прибыли во Францию в качестве эмигрантов, помыкались без работы. Они нашли работу чернорабочих на заводах, грузчиков на железнодорожных станциях, мойщиков в вагонах в депо. И, попробовав всего этого нелегкого эмигрантского хлеба, решили податься водителе такси. Дело в том, что, надо, кстати, одну вещь скажу, что эти люди были в основной своей массе людьми-интеллигентами. Это бывшие военные, это бывшие чиновники, это бывшие репортеры, писатели, учителя, ставшие в годы войны офицерами. И это одна часть. И другая часть, это бывшие гимназисты, которые сразу из гимназии пошли юнкерами, воевали. И никакой другой профессии, кроме военной, у них не было. И вот, оказавшись в чужой стране, эти люди вынуждены были зарабатывать кто как мог. Ну, в том числе и водителями такси. — Прости такой момент. Такое ощущение, что были открыты двери кадровых агентств, которые набирали людей в такси. — Нет. — Это в том-то и дело. Как можно оказаться в такси, тем более, что в большинстве случаев это частный извоз? — Ну, на самом деле, разумеется, бизнес в парижском такси к тому моменту уже сформировался практически. Французские извозчики называли, назывались Каше, это Кучер. Ну, он же таксист. И примерно, когда русские таксисты стали появляться, а случилось это где-то к середине 20-х годов ближе, французы уже достаточно прочно держали этот рынок. Была масса компаний, которые и крупных, и мелких, которые выпускали в город такси. И, в общем-то, с одной стороны, русских шоферов там никто не ждал. Особенно французы. В какой смысле? Какая радость делиться с кем-то хлебом, да? С какой стати? А с другой стороны, французы спешили жить. Война закончилась. Франция восстановилась. Германия платит репарации. Жизнь кипит. Жить весело, хорошо. Париж бурлит. Американцы со своим сухим законом валят пачками в Европу, чтобы оттянуться тут хоть немножко на изысканной французской кухне, да? Хотя, в общем, и самогон бы им подошел. И вот как раз в это время, во время вот этого подъема такси в Париж не хватает. И компании, которые выпускают в город машины, они ищут таких людей, которые могли бы работать, были бы, что немаловажно, в плане социальной активности не очень экстремальными, да? То есть не выходили бы на забастовки, не требовали бы повышения заработной платы и так далее и тому подобное. И что еще немаловажно было, они хотели иметь людей более-менее грамотных, потому что кучер, он и есть кучер. Даже если он пересел с конного фиакра на такси, это человек кнута и мешка с овсом. С этим ничего не поделаешь. Что бы он ни водил, кучер есть кучер. Кстати говоря, большая часть парижских таксистов, я имею в виду нерусского происхождения, они были просто неграмотными, да? Они некоторые не умели ни читать, ни писать. По крайней мере, все говорили на неплохом французском. Да, ну, плохом или неплохом, не нам судить, потому что большинство французских таксистов того времени говорило на специальном жаргоне. Мы, кстати, об этом тоже поговорим, да? Вот. Это была своя субкультура, которая не терпела чужаков. И вот в какой-то момент русским таксистам предстояло влиться в среду вот этих французских шоферов такси, у которых были свои представления о чести, которые не всегда совпадали с общепринятыми. Они должны были отбить часть рынка у этих французских шоферов, что тоже не радовало последних. И, кроме всего прочего, французы считались, французские таксисты считались людьми свободной профессии. На них не распространялось законодательство о нормированном рабочем дне, да? Вот сколько хочет, столько и работает. Вот это было очень выгодно. Потому что если на заводе рабочий ему положено работать 9 часов, вот он отработал от сих до сих, получил свои 3,5 франка в час и ушел, то в такси ты можешь задержаться на ночь, подхватить двух-трех загулявших американцев, отвезти их в злачное место, за что и они тебе заплатят, и комиссионный со злачного места получишь. И все будет замечательно. То есть вот этот ненормированный рабочий день, он давал возможность зарабатывать побольше денег. И вот в эту вот сформированную такую среду и влились бывшие белые военные, которые имели часто дворянское происхождение. Кто-то из них был из разноочинцев, кто-то закончил университет, кто-то гимназию, кто-то учился в университете. Многие закончили военные училища, и некоторые даже академии генштаба. И вот со своими представлениями, русскими представлениями о том, как надо жить, о чести, о доблести, о славе, о порядочности. Вот они и попали в эту среду французских таксистов, где кто больше стырил, тот и царь. Так что тяжело было и тем, и другим. По крайней мере, не было языкового барьера. Все говорили по-французски. Нет, в том-то и дело, что далеко не все. В том-то и дело, что далеко не все. На самом деле, чтобы попасть в таксиста, нужно было преодолеть массу формальностей. Ну, во-первых, получить вид на жительство, так называемая карта Дендентите. Эта карточка, для того, чтобы въехать во Францию, для того, чтобы ее получить, надо было въехать во Францию. Для того, чтобы въехать во Францию, нужно было иметь паспорт и получить визу. Визу можно было получить, но русским обычно давали охотные визы относительно. Мы сейчас перейдем все на новости, а потом вернемся в Париж начало 20-х годов. Напоминаю для тех, кто только-только присоединился к эфиру, к нашему разговору. В гостях у меня один из моих самых любимых современных писателей, Константин Шелихтинский. Писатель и историк, автор книги «Русские водители парижского такси». Телефон 6510996. С живым классиком, если есть желающие пообщаться, потихонечку присоединяясь к нашему разговору, тем более, что этот трагический пласт пребывания русских в парижском такси, он порой, может быть, вызывает как раз желание подискутировать. Ну, мы остановились на том, что стать парижским таксистом было отнюдь непросто. И в первую очередь, выправив все бумаги, необходимые на право присутствия на территории Франции, надо было получить удостоверение на право управления автомобилем, которое называлось «Карт-Роз», «Розовая карта». И выдавалось оно всем людям, всем желающим в возрасте от 18 до 60 лет. Делилось оно по категориям, в зависимости от того, чем ты собираешься управлять мотоциклом, водить легковой автомобиль или грузовик. Для того, чтобы его получить, надо было подать заявление на гербовой бумаге, уплатить соответствующий взнос, то бишь налог государству, приложить две фотографии паспортного типа без головного убора. И дальше уже надо было ждать. Через некоторое время приходил вызов на сдачу экзаменов. А, как правило, это было недолго, 10-12 дней после подачи прошения. Инспектор департамента полиции письменно вызывал кандидата на экзамен. Тот садился за руль и сдавал на права. Сначала теорию, правила езды назывались, а затем и практику. Ну, честно говоря, многим сдавать с первого раза не удавалось. Ну, мало ли, всякого бывает. Вообще-то где-то надо было предварительно научиться. А, это уже второй вопрос. Может быть, даже первый. Я сейчас сначала рассказываю о том, как это было, а потом расскажу, где учились. Вот. Как правило, если не удавалось ждать с первого раза, можно было перенести на 8 дней. Если не удавалось через 8 дней, через месяц. Потому что если и тогда не удавалось, тогда давай полгода подожди, парень. Через полгода придешь, подготовишься и сдашь. Вот такие были правила. Не сильно они изменились, например, на нашей русской почве. Нечто похожее. Наверное. Но даже если ты получил это право на управление автомобилем, ты еще не таксист. Тебе нужно сдать второй экзамен на так называемый гранд-ремисс. Это как бы высший класс езды. Вот. Экзамен на высший класс езды. То же самое. Соответствующее заявление префектуру полиции. Соответствующее несколько попыток. Получилось? Получил свое удостоверение. Не получилось. Опять-таки, сдавай, пока не сдашь. А дальше было все не так просто. Дальше был самый трудный экзамен. Экзамен на знание улиц Парижа. Ну, представьте, там несколько тысяч парижских улиц. Больших, маленьких. Где начинается? Где заканчивается? Какая с односторонним движением? Какая с двухсторонним? А там ведь еще есть, кроме улиц-то, и переулки, и набережные. Все-все-все. И все это надо было выучить наизусть. Поэтому вот на этом экзамене сыпались очень многие. То есть сдать его с первого раза было просто невозможно. Со второго это редкая удача. Но большинство сдавалось с третьего, с четвертого, с пятого раза. И известен даже случай. В газете, кстати говоря, его описывали. В одной из газет его описывали. То, что русский мигрант сдал на права. Сдал экзамен на знание улиц. Вышел. И тут же скончался от разрыва сердца. Вот настолько вот серьезные эмоции испытывали люди, которые пытались стать таксистами. А вот теперь о том, где учились. Учиться можно было двумя-тремя способами. Ну, первый способ самый простой. Работать где-нибудь на заводе. Откладывать денежку помаленьку. Покупать книги. И по книгам учить правила. Потом учить карту и так далее. Книги, кстати, стоили тоже довольно приличных денег. А тот, кто их продавал, свой клондайк уже нашел. Ему не надо было лезть в таксист. Что он мог спокойно торговать литературой для подготовки. Тут такой же самый клондайк был для людей, которые могли обучить ремеслу шофера. В Париже стали появляться в середине 20-х годов русские автомобильные школы. Их там было много. Причем в каждом районе, где жили русские, было по нескольку школ. Каждый из них, почти каждая, гордо именовался автомобильной академией. Каждая предоставляла автомобиль для сдачи экзаменов. Самые современные модели. Это в любом объеме. Не можно было прочитать. И первые уроки давались бесплатно. А потом уже надо было платить. В чем стоило, весь курс обучения, порядка где-то 90-120 франков. Ну, если мы с вами будем считать, что 3,5 максимально зарабатывали люди на заводах франков в час, то мы понимаем, сколько дней надо было работать, не есть, не пить, чтобы сдать такие экзамены. Сто франков на дороге не валялись? Нет, отнюдь. Вот. И за них приходилось работать потом, а иногда и кровью. Итак, все подготовки пройдены, экзамены получены, соблюдены все формальности. Ты устроился в гараж, приобрел страховку на автомобиль. Опять минуточку, а что значит устроился в гараж? А как? Ты же ведь не на своей машине ездишь. Нет, конечно, можешь на своей, если у тебя деньги есть, ее купить. Но, как правило, ты наемный шофер. То есть в гараж это по-русски в таксопарк? Таксопарк. Все понятно. Гараж это таксопарк. Гаражи были разные. Маленькие на 5-10 машин, большие на несколько тысяч. Ну, самыми известными вот гаражами того периода были гаражи G-Set. Это автомобили Рено G7, в переводе на русский язык. И такси Ситроен. Потом появились гаражи G3. Ну, и множество гаражей было. Всех не перечислено. Те, которые я перечислил, были самыми крупными. Но при этом они были частыми, а не какими-то дилерскими филиалами. Нет, нет, нет. Вот такси Ситроен, это было акционерное общество под эгидой Ситроена. А акции были, соответственно, выпущены. Ну, то есть отдельная организация под эгидой Ситроен. Но, тем не менее, это тот самый правильный маркетинговый ход, когда автомобили напрямую шли с завода и, в общем, помогали итоговой цифре продаж. А то же самое было и в G-Set, и в G-Trua в этих компаниях. Кстати говоря, компания G-Set до сих пор существует. Если кто-то будет в Париже, обратите внимание, когда садитесь в такси, у них обычно экран от GPS-навигатора, и перед тем, как они включают его, там высвечивается название компании. Мне как-то удалось видеть, что это именно G-Set было. Ну, так вот, мы отвлеклись немножко. Представьте себе, вы стали шофером. Выезжаете вы на улицу. А там бедлам. Извозчики, таксисты, пешеходы, которые лезут под колеса. Вы три месяца готовились, чтобы выучить, где начинается, где кончается какая-то улица. Полиция свистит. Вы напрочь все забываете. Куда везти, как везти. Клиент садится. Везешь. Он недоволен, потому что не так везешь. Все это недовольство выплескивается на тебя. Полицейский свистит, потому что ты нарушаешь правила, озаботившись тем, что тебе говорит клиент. Останавливаешься не там, тебя штрафуют. В общем, первые дни, все это отмечали, что первые дни работы, даже первые месяцы работы, это был сплошной ужас для начинающего таксиста. А за каждое нарушение приходилось платить штрафы. Штраф, в общем-то, небольшой. Два, три, пять франков. Но штука в том, что взыскивались они через суд. И тут уже ты должен оплатить и штрафы, и судебные издержки. Там получалось где-то и 30 франков, и 50, и больше. Плюс время потраченное. Плюс время потраченное, плюс упущенная выгода, ну и так далее. И вот доходило иной раз до абсурда. Новоиспеченный таксист первые дни, первые месяцы своей работы начинал бояться клиентов. Вместо того, чтобы искать их и сажать, и вести, и зарабатывать деньги, он начинал избегать клиентов всяческими способами. Сейчас это звучит как бы нелепо, но надо понять вот эту психологию. Представьте, вы бывший военный офицер. Многие из них были даже старшими офицерами, начиная от капитана, полковники, генералы, адмиралы были в числе русских таксистов в Париже. И вот садится какой-то французский крестьянин, который приехал в Париж, и начинает тебе говорить, так, туда вези, сюда вези, сюда не вези, обратно вези. Причем это все тык, и это иногда в грубой форме, если ты не знаешь, куда везти. А то и кулаком засветить могут. Это же нравы были простые. Так что, может быть, материально они бы могли это все вытерпеть спокойно совершенно. А вот морально каково это было, да? То есть представьте себе, люди, у которых были поместья, поместья, у которых была государственная служба, военные, которые привыкли командовать полками, а то и дивизиями, армиями, вдруг осилили за рулем такси. Сами стали рядовыми, причем на самые нижние ступеньки этого французского общества. Вот это вот трагедия. Но если бы этот переход сверху вниз был мгновенным, он был бы смертельным. И поскольку был растянут во времени на целое десятилетие, они как начали в 14-15 году, а здесь уже 23-24-25, хотя, конечно, болезненность от этого меньше не становилась. Вот. И понятно, по морали какой удар, да? И вот самое интересное, что русские шоферы это выдержали. И их количество становилось все больше, больше и больше. И вот где-то к концу, уже ближе 20-х годов, в Париже работало 3,5, а то и 4 тысячи русских таксистов. При общем количестве где-то около 14 тысяч. Вот достаточно большой процент. А скажи, Костя, вот этот моральный удар, он нашел какое-то отражение в мемуарах этих людей? По каким косвенным причинам можно судить о том, насколько тяжело они входили в эту профессию? Ну, можно и по прямым причинам судить. Я уже говорил, что все это были люди образованные. И они могли изложить свои мысли, свои чувства не только в личной беседе, да? Но и в литературе, в стихах. Они оставили стихи, мемуары и так далее. И вот был человек, который... Мы перейдемся на новости, а потом перейдем к поэзии русских таксистов. Мы продолжаем разговор с писателем и историком Константином Шляхкинским по поводу вышедшей из печати его книги «Русские водители парижского такси». Мы как раз сейчас остановились на том вхождении в профессию наших соотечественников, которая для многих была очень болезненной. И тому есть масса, в том числе, литературных подтверждений. Да, конечно. Я уже говорил, что все они были людьми грамотными, и многие обладали литературным талантом. Ну, пусть они были, конечно, не Пушкина, не Лермонтова, но, тем не менее, свои мысли грамотно могли выразить и в прозе, и в стихах. Вот один из них был Тимофей Михайлович Кончаков, который в конце 20-х, начале 30-х годов издал несколько книг, которые, в общем-то, были посвящены именно работе такси. Одна из них, так и называлась, кстати говоря, в 35-м году вышла, «Шоферские песни» называлась. Книжка, сами понимаете, для внутреннего пользования. Ему не надо было никого убеждать в необходимости шоферской профессии. Он просто развлекался сам и развлекал своих друзей. Что косвенно говорит о неплохом доходе, и все-таки это радостно. Да, и это тоже. Но, прежде всего, в своих стихах он описывал жизнь шофера. Понимаете, стихи — это все-таки эмоции, да? И вот благодаря этим стихам мы знаем, что их тревожило, как они жили, за что боялись, чего хотели. Ну вот одно... Понятное дело, что русский человек, попав в такие условия, не может не пить, да? Тут я замечу одну такую вещь. Пить за рулем в 20-е годы было не запрещено в Париже, во всяком случае. И промилле замерять было нечем. Промилле никто не замерял, но шофер под шофер — это нормально. Вот, было. Тем более за завтраком, в общем, многие уже... За завтраком... А, кстати говоря, да, за завтраком выпить бокал вина — это во Франции нормально. Ну так вот, вот стихи. Стихотворение называется «Журавль», да? Вот что Кончиков пишет о себе, о своих коллегах. На стоянке, на бульваре, Все шоферики в ударе, Вечно пьяные, шумят, За рулем нередко спят, Втрое гнется, будто комик, Спит в машине наш полковник. Спиртом пышет, как вулкан, Ситрояна капитан. Шапку носит, как трубач, Пьяный в доску бывший врач. Кто в напитках знает толк? Адмирал наш, старый волк. Каждый миг бежит в кабак Наш кавказский князь-кунак. Вечно хмурый, вечно пьян, То бригадный адъютант. Пьян, как стелька, Пьет жиром, Рода знатного барон. Чертит планы каждый час, То диктатор грозный наш. В этой нашей богодельной Все шоферики в безделье. Долго спорят, Много пьют, И носы нередко бьют. Кто об стойку, А забор. И на улицу весь ссор Выметают, как всегда. Это ж грустно, господа. Удивительная картина, на самом деле. То есть, Несколькими строчками Человек обрисовал то, Что историки потом будут вычислять При помощи документов, архивов, Социальный состав Парижских шоферов Русского происхождения. Кто чем занимался До того, как стал шофером. И все это в нескольких строчках. Впрямую это не говорит о том, Что вступление в профессию Сопровождалось стрессом, Но она говорит о том, Что потом, в дальнейшем, В том числе и доходы Уже позволяли пить, Дав волю выходу эмоций. Ну да. Но потом-то начался кризис, И доходы стали сокращаться. И вот тут Коньячков тоже Этот момент, кстати. Все стали жаловаться, Что типа раньше получали Сто франков зарабатывать Удавалось в день. Ничего себе. А потом стали меньше и меньше. И вот шоферы Обычно в разговорах между собой, В разговорах со знакомыми, Жаловались на жизнь. Знаешь, плохо стало жить. Сороковника в день не хватает. А вот что пишет Коньячков про это. И шоферы часто врут, Совесть потерямши, От других подачек ждут, За рулем проспамши. Знаешь, с Бахусом Всегда давят пробки всюду. Вот в чем вся у них беда. Луженые глотки. Ну а если не давить пробок По трактирам, Припевая можно жить. Жить в дни эти с миром. Правда, много сколотить В это время трудно. Но с полсотни франков жить Можно им не дурно. Все нехватки перенесть, Нужды и невзгоды, И за помощью не лезть К людям в злые годы. Что везут в дом не мотать, Тянут в меру ножки, И о нуждах своих знать. Жить век по одежке. И не стоит им гневить Бога, Что так бедны. Нужно Бахуса забыть, Свой обычай вредный. Вот тогда-то хватит им Даже сороковки. Даже тридцать с небольшим. Нужно знать сноровки. Вот человек в годы кризиса. Ну, кстати говоря, Кризис русские шоферы Это отголоски великой депрессии. Они хлебнули его в полной мере. Потому что как только в Америке В двадцать девятом году Началась депрессия, Все богатые американцы, Которые приезжали попить, Поесть в Париж, Ездить туда прекратили. Соответственно, Самый богатый контингент Выпал. Наибольшие доходы, Которые давал, Выпал. И остались только местные клиенты. Ну, а с местных клиентов Тоже много не возьмешь. Потому что те люди, Которые раньше ездили на такси, А кризис закатился уже до Европы, Стали ездить на метро. Как сказал один из бывших таксистов. Да, попробовали ездить на метро. Оказалось не так уж плохо. Да, после извозчика, Да на метро нормально. Вот. Оказалось не так уж плохо. А те бизнесмены, Которые чаще всего пользовались такси, Они стали пользоваться личным транспортом. Потому что машину, Которую, Поддержанную, Продавали за очень небольшие деньги. В годы кризиса можно было приобрести. И поэтому, в общем-то, Они все пересели на личные, Поддержанные автомобили. И пользовались ими не хуже, чем шофер. То есть, как у нас в 98-м году Импульс к автомобилизации был, Как послесловие к кризису, Ну, когда машина стала доступна, Так на самом деле, Эта экономическая модель На протяжении всего 20-го века Была не только у нас. Ну, конечно, случалось. Почему мы должны быть Единственными и неповторимыми? Нет, все, в общем-то, Случалось в жизни уже. Ну, на самом деле, То, что Кончаков писал о своих коллегах, Это, я уже сказал, Предназначалось для внутреннего пользования. И в конце этой книги, В послесловии к своей книге, Он пишет, Пусть не сетует читатель на ошибки и недостатки, Потому что я писатель без познаний, Без ухватки. И писал я лишь от скуки Для шофера эти строки, Перечислив тяжесть, муки, Горькие жизни все уроки. И прошу судить шофера Без пристрастия, справедливо, Хладнокровно, без задора, О нем спор вести учтиво. В заключении скажу слово. Есть ошибки у шофера. Не хвалите же Петрова, Не хулите Бакадора. Вот Такое вот стихотворное послесловие. Ну, кстати говоря, Те же самые пьющие шоферы, О которых рассказывают И бьющие друг другу носы Под градусом, Они Жертвовали на эмигрантское движение Большие деньги. Вот каждый утро К русским стоянкам в Париже Подваливало большое количество, Я говорю, подваливало, потому что они действительно Валили валом. Представители всяких общественных русских организаций, Церквей, За пожертвованиями. Ну, непристроенных ведь было очень много. Газетчики, Распространители русских же газет, В целях Сбыть побыстрее товар. Нищие, В целях Стрельнуть денег на Ближайшее пропитание Или пропивание. То есть все, Кому нужны были деньги, Шли к шоферам. И шоферы всем жертвовали. Всем и вся на все. И на церковь, И на скаутов, И на Образовательные учреждения русские В Париже. На все, на все. Они денег не жалели. Вот были такие Лихие, разбитные Люди, Которые Сами Зарабатывали деньги И Помогали Другим, в чем могли. Но вот как только Разразился кризис, Вот Шоферы попали В самое трудное положение. Почему? Потому что Те, кто работал на заводах, И их уволили. Они Получали Так называемые Шамажные деньги. Ну, деньги На прожитие. Квартиры Их Выгнать не могли. Социальное пособие. Социальное пособие. Уже было некое подобие Профсоюза. Не некое подобие, А очень жесткий такой, Серьезный профсоюз. А вот Касательно Шоферов, Да, у шоферов Французских Были свои профсоюзы, Но они были Прокоммунистическими. И вот тут Вот Русским шоферам Русские шоферы Попали в страшную ситуацию. С одной стороны Как Они организовали Два своих Профсоюза, Которые Не могли Ужиться Между собой Постоянно Враждовали. Потом они Объединились, Но потом опять Распались. Вот Ну, не могли. Ну, как все русские люди, Да, не могут поделить. Одни хотят Наполеона, Другие не хотят Наполеона. Третьи хотят Республику, Другие не хотят Республику. И вот на политических взглядах Начинались разговоры Типа, А где вы были в 18-м году, Когда мы боролись с большевиками? Вот Все это было. Это не надо скрывать. И В общем-то Об этом Надо говорить Тоже, как и обо всем. Потому что Это правда история. Так вот Два профсоюза Были своих И Часть Большая часть Русских таксистов Участвовала во французских профсоюзах. Но в том-то и дело, Что французские профсоюзы Были коммунистическими, Прокоммунистическими. При Интернационале состояли Оба. И вот смотрите Русские офицеры, Которые сбежали С родины Из-за коммунистов Вынуждены были Помогать Французским коммунистам Бороться за свои права. Звучит как-то вот Немножко Парадоксально. И тем не менее Они попали Между молотом И наковальней. С одной стороны, Если они участвуют Во всех этих забастовках И Выходят на улицы С требованиями То Они могут быть Арестованы Полицией Соответственно Заведены дела Соответственно Высланы из страны. Если они Не выходят На улицы То Им просто Будет нечего есть. Потому что Годы кризиса Своё сделали Вот 32-33 годы Это были жуткими Годами Русских таксистов Время кризиса Сделало своё У людей Просто Нечего было есть Если бы они Не вышли на работу Те французы Которые Французские профсоюзы Которые Подбивали на участие В забастовке Они выплачивали Какие-то деньги Четыре франка В день Очень невысокая ставка Да И вот Целый месяц Вот этой забастовки Всеобщей парижской Шофёрской забастовки Русские таксисты Были просто Им нечего было есть Организовывались Столовые Пункты Пожертвований Но всё равно Представьте Все четыре тысячи человек С семьями Которые Надо было кормить Но французы Тоже бастовали Французы Тоже бастовали Но Французы У себя дома Они На самом деле В лучших условиях А Одним из основных Требований Кстати говоря Французов В этот момент Было требование О Включи Распространении На шофёров Такси Всех социальных Гарантий Включая Лимитированный Рабочий день То есть Они хотели Распроститься Со статусом Представителя Свободной профессии Да Обеспечить себе Гарантии На случай Социальных потрясений Но для русских Это означало Что Для всех Рабочих Существует Квота Иностранных Рабочих Да Для тех Кто работает На заводах И тех Кто получает Социальные пособия Если их Приравнять К рабочим То русские Таксисты Попадают В эту квоту Если не попадают То их В первую очередь Увольняют Французов То не уволят А вот Иностранных Таксистов Как раз Пожалуют И за дверь Причём Здесь возникает Ещё коллизия Они хотят Социальных гарантий Будучи Представителями Частного бизнеса Гарантии Они хотят От государства Они хотели Скажем так Гарантии От государства Это само собой Да Но Государство Диктует условия Частного бизнеса В конце концов Диктует правила игры И они хотели Чтобы правила игры Которые распространялись На рабочих Распространяться Начинали и на таксистов То есть французские таксисты От этого однозначно выигрывали А вот русские И вот в этот момент Некоторые из них Были вынуждены Выезжать Из гаража Работать И вот тут вот Французская Рабочая солидарность Сыграла Со всеми ними Злую шутку А вот какую Мы После новостей Расскажем После новостей Константин Шляхтинский Историк и писатель Автор книги Русские водители Парижского такси Рассказывает о том Собственно Что в этой книге есть Ну так вот Мы остановились на том Что классовая солидарность Она доходила до того Что забастовщики Выставляли специальные Пикеты или патрули Которые должны были Отлавливать таксистов Которые вышли таки На линии И Учить их Уму-разуму Ну а как Учили уму-разуму В середине В 30-е годы 20-го века При помощи Веревочной петли и палки На самом деле Нападения на Таксистов Выехавших на работу Были Явлением Достаточно частым Просто Садились В машину Говорили куда ехать Потом вместо того Чтобы расплатиться Избивали Шофера Стреляли в него Машину резали Били стекла И сталкивались в сену Таких случаев Было достаточно много И русские шоферы В том числе Попадали Под раздачу Ну В конечном итоге Правительство А мы Не должны Забывать Что во Франции Начало 30-х годов Было очень бурно Да Там все оживились И социалисты И фашисты И все рвались к власти И левые и правые И все эти столкновения Бурлящие Вот этот весь котел Когда Франция Как раз Французский пролетариат Завоевывал Свои широкие права От которых До сих пор Они не могут Отказаться Вернее Давно бы отказались Но пролетариат Не дает сопротивляться Профсоюз не дает Профсоюз не дает Сопротивляться Вот Поэтому Это такое Бурлящее время было И русские Шоферы С одной стороны Им надо что-то есть И выезжать в город А с другой стороны Надо поддерживать Своих Французских Коллег И кстати говоря Когда весь кризис Рассосался Опасались все чего Опасались все Репрессии Да Все уволят Работать нельзя Будет найти Действительно Уволили Но Вот из всей массы Русских шоферов Только 30 человек Себе не смогли Найти работу сразу И вынуждены были Устраиваться на работу Через биржу труда Потом все стало На свои места И Изменился График работы Те кто Выезжал На длинный день То есть Выезжал утром Часов на 15 На 18 Раньше Да И забирался В часы ночных Шоферов А шоферы были Дневные И ночные Вот Те стали Отработал свое И уехал Ну Скажем так Работать стало Более комфортно Всем И заработки Более Менее Стали Восстанавливаться Но опять Таки Тенденция Которая Вот была Положена Во время Этого Кризиса Она Продолжала Развиваться Заработки Падали Из профессии Многие Уходили И когда В 30 Годы Начались Войны В Европе Это прежде всего В Испании Шоферы Многие русские Вспомнили Что они все таки Офицеры И поехали Воевать В Испанию В соответствии Со своими Убеждениями Одни Генерала Франка Другие В интернациональные Бригады Когда все Это закончилось Они опять Вернулись В Париж Многие Уехали В Германию Кстати Говоря В надежде Ну не многие А достаточно Количество Уехало В Германию В надежде Рассчитаться С большевиками При помощи Немцев Ну Расценивать Это можно Было Как угодно Да Но сейчас Мы об этом Тоже Вынуждены Говорить Не только таксисты А в целом В целом Категория наших Сотечественников И Кстати говоря Вот мы почему-то Думаем Что люди Которые Попали в такси Во Франции В 20-30-е годы Они там так и Сгинули В этом таксистском болоте Ну Грубо говоря Да В кавычках Конечно Разумеется Нет На самом деле Для многих Из этих людей Такси Стало Трамплином С которого Они Сумели Выйти В нормальную Человеческую жизнь Они ассимилировались В французском Обществе Они Закончили Учебные заведения Стали Врачами Многие Стали Кстати говоря Сделали Духовную карьеру В русских Православных Церквях Многие Стали Инженерами И Достаточно Известными Работали на Французские Фирмы Кто-то Геологами Стали То есть Главное Было Зацепиться Получить Образование И Потом Идти В нормальную Французскую жизнь Ассимилироваться В обществе А Кто не смог По тем или иным причинам Ну вот Адмирал Старка Который мы Говорили Который тоже был Французским Таксистом Упомянутый В стихотворении Чукова Вот Он ведь Всю жизнь Проработал таксистом У него на руках Было двое детей Он их Тянул один без жены Плюс Семья друга Который погиб В России И который он тоже Помогал То есть Ему деваться Был некуда Его Воинские Звания Доблести Они никому Не были нужны Во Франции Ну Разве что Может быть В иностранном легионе Рядовым Ну как-то вот Для адмирала Уже и по возрасту Не все Стремились попасть В иностранный легион Хотя русские Офицеры были Из таксистов Входили в иностранный легион Кстати Некоторые тоже Вот Кто-то уехал В Латинскую Америку В Аргентину В Парагвай В другие страны Там Обосновались В общем Такси Для целого ряда людей Стало Некой стартовой площадкой В дальнейшую жизнь И дети этих людей Понятное дело Что они уже не становились Таксистами Они Тоже получали Благодаря работе Родителей Образование Они Повышали Свой социальный статус И Если мы Вот Сейчас посмотрим На Детей Тех русских Которые В 20-м 21-м 24-м Годах Приехали Во Францию А кстати говоря Русских во Франции Тогда было В одном Париже Где-то В максимальное количество Русских Доходило до 60 тысяч А Потом стало постепенно Снижаться Потому что они все Разъезжались По Франции И Надо сказать Что вот вообще Вообще Число Русских беженцев За рубежом Оценивалось Всем по-разному Почему я становился На парижских таксистов Потому что Это Уникальное явление В жизни Эмиграции Уникальное По многим причинам Первое Это Я не уже говорил Это значительная часть Русских Людей Стала Таксистами Второе Это то Что они снабжали Деньгами Значительное количество Других русских Организаций И таким образом Помогали развитию Русской общины В-третьих Это то Что Это некий Если хотите Такой жестокий Социальный эксперимент Да И Четвертый Момент Это то Что Многие Из Бывших Таксистов Стали Настоящими Крупными Специалистами В своих профессиях Ну грубо говоря Очень известный человек Среди литераторов Русского зарубежья Гайто Газданов Да Георгий Газданов Он ведь Тоже Был Таксистом Парижским Причем не просто таксистом А ночником Он В свое время Приехал С аттестатом О среднем образовании В Париж Устроился на завод Рено Сверловщиком Поработал Решил поступить В Сорбону Поступил И тут оказалось Что смены на заводе Как-то вот Мало совпадают С занятиями В университете Он решил Себе выбрать Что-нибудь Посвободнее Он писал Он великолепно Владел французским языком Он Публиковался В белых В эмигрантских Журналах Но он Прекрасно видел Что все литераторы Начинающие Да и не начинающие Тоже Ведут Очень-то Нищую жизнь В Париже Не востребованы Они В основной Своей массе И он Сознательно решил Сяду-ка я за руль Хлеб насущный Я буду зарабатывать За рулем А Все остальное Уже имея Этот хлеб Я буду Делать Свободное От такси Время И он Действительно Много лет Каждую ночь Выезжал В город Возил Пассажиров С ним случались Всякие разные Интересные И опасные Иногда Вещи И вот Этой Своей Части жизни Гозданов Посвятил Роман Который Называется Ночные дороги Первоначально Назывался Ночная дорога А потом Сейчас вот У нас Кстати он Публиковался Уже В постперестроечный Период Роман о том Каково быть Таксистом Я хочу сказать Что роман Хотя и объективно Написан Все что там Изложено Правда Но По сравнению С тем что писал Кончиков В своих стихах Это немножко Не то Потому что Все таки Роман Рассчитан был На Внешнюю Публику И Следовательно Хотел этого Газданов Или не хотел Он Приукрашивал Действительность Таксистку Да она Плоха Но вот Не настолько А вот Произведения Кончикова Они были рассчитаны На внутреннее Использование Для внутреннего Использования И тут уж Приукрашивать не надо Но зато Вот такая Большая литература Да Как Ночные дороги Она Привела к тому Отчасти И она тоже Да Привела к тому Что Русские Таксисты Стали Покрываться Таким Романтическим Налетом Они и тогда Покрывались А с течением Времени Чем дальше Отдалялся Этот период Тем больше Говорили о Русских Князьях Графьях Сплошняком Которые Пересели За руль Такси И вынуждены Были тяжким Трудом Добывать себе Хлеб Насущный В Париже В который Они приезжали Как покутить Раньше Да Показать Детям Как должно Жить Где Должно Жить Да Вот Родилась Такая Некая Легенда О русских Воятелях Парижского Такси О русских Шоферах Которая С годами Все больше И больше Усугублялась Наслаивалась И в общем-то Непонятно Было Действительно Или так Это Недействительно И вот Меня в свое время Заинтересовало И вот И получилась Собственно говоря Вот эта вот Такая книга Что там Правда Было Захотелось Разобраться Что Вымысел Что легенда А что Реальное Событие Вот И оказалось В конечном итоге Что в общем-то Многие реальные события Послужили основой Для Таких вот Легенд Но самое-то Интересное Что Не в русскоязычной Литературе В нашей В современной Не среди историков Но за исключением Некоторых людей Которые занимались Русскими Иммигрантами Вообще Во Франции В тот период Нигде В общем-то Нельзя было Найти достоверную Информацию Для того Чтобы ее получить Пришлось Обращаться К газетам К журналам К архивам Того периода И вот Когда я делал Эту книжку Я постарался Чтобы меня Там было Как можно Меньше Чтобы там были Вот эти люди Которые Писали О своей жизни Рассказывали О своей жизни Чтобы это Был рассказ О времени И о себе Который Вели сами Парижские таксисты Это был Константин Шлихтинский Историк и писатель Он рассказывал В своей книге Русские водители Парижского такси Кость Спасибо Не в последний раз Продолжение следует